Просторное фае театра «Кукол» сегодня пустует. В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, демонстрация спектакля прекращена. Однако работа не останавливается. Артисты продолжают трудиться над постановками, чтобы, как только все утихнет, приступить к выступлениям. В первую очередь перед маленькими зрителями, которые очень ждут встречи. Как съели! А кто им разрешил? Любой актер должен вначале пережить это через себя, не просто иллюстрировать текст и размахивать куклой. Когда он переживает это через себя, соответственно, и кукла точно так же себя ведет. За полувековую историю существования театра «Кукол» его артисты поставили более 150 спектаклей. К каждому идет своя отдельная подготовка. Отшиваются костюмы, создаются новые персонажи. Для этого в обновленном здании созданы просторные мастерские. От идей до воплощения на сцене несколько месяцев. Однако то, что получается на выходе, действительно достойно восхищения. Очень комфортно, очень просторно, очень много возможностей у сцены. И я думаю, что зрителю очень здесь светло и тепло и уютно. Конечно, в репертуаре не только детские, но и взрослые спектакли «Будоражащее сердце». Как же не просто посредством куклы говорить о темах любви, предательства, голоде, страхе, ужасе. Но если артисту удается разговорить персонажа, подарить ему душу и сердце, пусть лишь на время спектакля. Отголоски важных для человечества мыслей будут слышаться еще очень и очень долго. Театр кукол — это не всегда театр кукол, это театр предметов. Это множество возможностей, как для режиссера, так и для артиста, чтобы раскрыть свою индивидуальность. Несмотря на то, что он, ну как правило, в сознании зрителя он находится за куклой. Но сейчас уже новые совершенно тенденции, когда артист выходит уже живым планом, может себя реализовать и с куклой, и с предметом, и погрузиться в какую-то атмосферу, погрузить зрителя. Мне кажется, он очень разнообразен, очень синтетичен и очень интересен. Каждая кукла рождается в тесном сотворчестве всех участников спектакля, начиная с драматурга, художника, режиссера и заканчивая актером. Кукла — дитя всех мус. Именно поэтому такой театр дает возможность для воплощения самых смелых и авангардных идей. Он открыт для новых технологий и экспериментов.